привет друзья представляю сегодня небольшой такой обзор от магазина спиннинглайн заказал много приманок кроволому сезону давайте откроем посмотрим что же там мне пришло как обычно хорошо все запечатано у нас здесь есть во первых давайте уберу пока буду показывать что пришло так не показал себе такую небольшую коробку для некрупных воблеров коробочка компании три кита вызвал меня есть уже b1 хорошо подходит для хранения балансиров сейчас показал для больших воблеров 60-х 70-х вот таких вот примерно такая вот коробочка двухсторонняя хорошее качество уже проверено застежки открывается с этой стороны две застежки с этой стороны тоже две застежки такая вот коробочка так вот для взял для примера показать как него уложится воблеры вот этот у меня 90 воблер то есть вот начиная от 90 как бы небольшой запас есть это 80 то есть вот начиная от 90-х пожалуйста воблера прекрасно укладываются коробочку эту вот такая вот недорогая коробочка весьма достойное качество здесь сделаны такие вот прорези для того чтобы лишняя вода или влага испарялась не скапливалась и приманки не портились ну как бы коробочка мне понравилось так уберу пока ее сторону дальше что у меня здесь оказался и вот такую вот коробку тоже так эта коробка от фирмы hitfish такое вот у нее маркировочка вот такая сейчас тоже скроем посмотрим убираем вот такая коробка сколько здесь отделений раз два три 4 5 получается еще вот одно такое небольшое но здесь можно положить какую-нибудь небольшой воблер погонистый возможно но есть также с той стороны тоже получается у нас раз два три 4 5 отделений и вот такое маленькое еще деление коробочка на первый взгляд качество весьма неплохое достаточно компактное то есть взял под 130 воблера сейчас не знаю посмотрим подойдет подойдет она под них или нет пока выбираем так дальше у нас пойдут воблера взял себе вот такой вот воблер от суёки называется мой 128 сп плавающий такой вот расцветочки так мне вот интересно влезет ли он в эту коробку ощущение что блин по моему не влезет по моему не влезет по моему не влезет вот такой вот воблер шумный кстати крючки очень острые вот прям прилипают пальцем нет ребятки как бы чуть-чуть нет в общем то 130 в коробку эти ложатся идеально запаса практически нет но коробочка закрывается все нормально плотненько а то я уже забеспокоился что они туда не войдут очень острые крючочки вот такой вот воблерок будем его испытывать ближайшее время убираем в коробочку так это у нас получается 120 128 не знаю так 130 ими что а со 100 130 я купил драгу вот это реплика под были song взял его в мировском исполнении так а заглубление получается у него 18 два с половиной метра так но вот этот воблер есть подозрение что он не влезет в эту коробку сейчас посмотрим так да блин получился облом да ребята этот воблер сюда уже не влазит но если бы он был с простой лопаточкой с маленькой то возможно влез бы вот в этом в мировском исполнении он сюда не влазит вот такая вот расцветка 130 сп суппендер очень шумный получается воблерок вот ну тоже будем искупить да жаль конечно что он не поместился в эту коробку очень жаль так дальше из крупных 128 флирт это у нас реплика подмоскват взял в таких вот кислотных расцветках вот тоже такой шумный так вот он выглядит ну этот хорошо поместился в коробочку хорошо получился он поместился так дальше что у нас идет дальше у нас крупных страйк про так это у нас реплика по дру дру 130 сп интересный цвет с одной стороны получается кислотная такая расцветка с другой стороны натуралочка не хочу испробовать как он себя покажет на деле но я думаю все будет нормально тоже довольно сильно шумящий расцветка прикольная с одной стороны кислота с другой натуралка тоже будем испытывать тоже прекрасно поместился в коробку блин а что делать с этим то так же мне его теперь вложить у меня других коробок то и нет в общем не знаю может быть может быть может быть ладно положим его куда-нибудь в другое место короче ребята коробка коробка под 130 с маленькими лопатами подходит прекрасно вот они лежат не торчат а вот большими лопатами уже нужно искать коробочку побольше так ясно ладно убираю это пока тоже сторону дальше у нас идут ваблерки такой вот наборчик давайте сперва посмотрим от strike pro это у нас получается кренки xdip 60 плавающий так заглубление у него 1.5-3 метра вот думаю что по крупному окуню будет самое то внутри такой по ощущениям довольно таки крупный шар и по моему он там один такая вот расцветочка провоцирующая короче будем пробовать ловить на него окуня крупного дальше идет вот такой вот ваблерок так называется он кренки x50 кстати сразу по размерам по размерам посмотрите ребята это 60 размер это 50 почувствуйте разницу 60 с гораздо крупнее на вид так ну этот вот такой вот такая вот так у него расцветочка тоже там крупный шарик такой так заглубление у него получается 0,3-0,7 метра такой предповерхностный ваблерочек тоже будем испытывать будем проверять дальше и дальше взял еще вот такую вот сороковочку это у нас кэнди крен сороковка плавающая модель заглубление 0,8-1 метр вот такой вот упаковочке такая вот лопаточка лопаточка такая тоненькая пластиночка такая сделана ой блин какие острые крючки блин отцепить много ну этот слабо шумящий такой там такое ощущение что несколько маленьких шариков различия сорокового и шестидесятого по размерам можете видеть сами вот получается шестидесятый это шестидесятый это пятидесятый размер и сороковой вот взял таких три ваблерка пойдут они у меня на окуня так ладно убираю убираю только в сторону дальше у меня идет ваблерок вот такой от лаки джона называется анира 39 сп я его вскрою так давай влазь не хочет крючком нацепился блин как его туда достать вот друзья вот такой вот ваблерок 39 миллиметров так а заглубление указано здесь а заглубление здесь ребятки не указано вот как вы читал по отзывам смотрите у него магнитится вот у него магнитится тройник видите он примагничивается в передней части там видимо магнит я не знаю как это скажется на его на игру на его уловистость но вот этот тройничок он вот пожалуйста он примагничивается в передней части как же читал по отзывам многие люди говорили об этом что есть вот такой нюанс у этого ваблерка вот вот ну думаю паук у него будет нормально работать и ловить анира 39 сп ну вот такой ваблерок возлагаю на него большие надежды ну а как покажет себя на деле посмотрим дальше ну и последний ваблерок который мне пришел из мелких это вот такой вот воблер итак следующий воблер от фирмы изуми называется он молицеус или молицеус 38 вот такой вот малышок такой вот кислотной раскраски сейчас я его выну достану отсюда вот такой вот маленький пузатенький думаю что паук у него будет прекрасно работать маленькая лопаточка шумный там у него шарики видимо разные видимо присутствуют крупные и мелкие вот как бы тоже хочу попробовать такой ваблерок думаю будет замечательно работать по не крупному возможно и крупному кунинову крючки очень острые итак изуми молицеус вот такой вот ваблерочек убираю так что то у меня еще дальше есть так а дальше у меня у меня здесь поводочки этот поводок от фирмы волоские джиги длина у него по моему 10 сантиметров толщина проволоки 0,28 да заявленная 8 килограмм на разрыв ну для не крупных воблеров я имею в виду я думаю будет само то следующие поводочки от фирмы спиннинглайн 25 сантиметров 0,33 толщина проволоки но это для крупных воблеров вот такие поводочки так еще докупил значит вот такие вот вертлюжки от фирмы Дунаев забрал неплохого качества понравились нормально взял вот такие вот оффсетнички на пробу совершенно недорогие сколько они там стоят вообще буквально копейки какие-то сейчас скажу одну секунду крючок хитфиш 96 рублей вот такие вот маленькие оффсетнички для микро джига я думаю думаю будет само то вот такого вот они малюсенького размера и с таким вот довольно таки крупным ушком что я первый раз встречаю такие крючочки маленький маленький размер крупно ушко вот такие крючочки ну и докупил для фидера уже проверенные крючки фирмы Кобра замечательные ну вот такая вот получилась посылочка спасибо как обычно за быструю доставку компании спиннинглайн за низкие цены так ну по итогу что хочу сказать вот эта коробка трикита стоит 214 рублей прекрасно подошла под небольшие воблеры начиная с 90 размера вот прекрасно подошла так же сюда можно наложить вот вот эти новые воблеры все сюда сложить но у меня как бы есть поменьше коробка однозначно коробка хорошая рекомендую эта коробка тоже хорошая тоже она не дорогая единственное что вот эта драга она умеровского с половиной сюда не залезла чуть-чуть не хватило лопатка длинноватая ну а 130 обыкновенные воблеры стандартные прекрасно сюда уместились ну вот такая вот распаковочка благодарю за внимание еще раз спасибо компании спиннинглайн ну все пока до новых встреч